Отец наш Небесный, благодарим Тебя за учение, писание Твоего, благодарим Тебя за тайны, которые Ты раскрываешь нам. Спасибо, Господь, за то, что Ты говоришь с нами прямо, обучая нас, наставляя и раскрываешь Твой характер и природу. Мы просим Тебя благословить сейчас это время, в занятии по германектике мы молимся, раскрывай, Господи, Твой план, благослови, ободри во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, из-за того, что у Вас в пятницу занятие по германектике, мы с Вами продолжим. Я имею ввиду, пастор Нурман так рад, что мы продолжаем германектике. И сегодня наша тема – это притча, притча Иисуса Христа. Притча Иисуса Христа. Мы с Вами видим, что Евангелие, синаптические Евангелия, это Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, они наполнены притчами Иисуса Христа. И также мы с Вами видим, что Евангелие от Иоанна, Иисус почти не говорит там притчей. И мы с Вами должны четко понимать, для чего Иисус говорил притчами, и также почему в Евангелии от Иоанна Он почти не говорит притчей. Давайте мы с Вами прочтем Евангелие от Иоанна, 16 главу, 25 стих. И мы с Вами видим здесь, что это последняя вечеря со своими учениками. Он уже находится со своей церковью. Значит, это не только люди израильского народа, это церковь, которая потом пойдет в мир. 25 стих. «Досели я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». И 29 стих. Ученики его сказали ему, вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, кто бы что спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога ишел. Итак, очень интересное разграничение мы видим с Вами, что Иисус в Евангелии от Иоанна, вернее, когда Иоанн пишет Евангелие от Иоанна, Он совсем мало говорит о притчах. В основном мы видим с Вами открытые слова Иисуса Христа. И Он говорит четко и ясно. И мы с Вами, нам нравится это Евангелие, Евангелие от Иоанна, мы с Вами там видим конкретные четкие утверждения, касаемые века Церкви, который грядет. А что мы еще можем сказать о притчах? Мы с Вами должны очень внимательно относиться к притчам, которые говорит Иисус Христос в синаптических Евангелиях. И мы с Вами дадим некоторые характеристики. Но для начала давайте откроем Псалом 77. И это одна из причин, почему Иисус говорил притчами. Итак, Псалом 77. Здесь говорится во втором стихе. Открою уста Мои в притче и произнесу. У нас на русском языке гадание, но это не совсем четкое слово. Произнесу сокрытое из древности. Итак, открою уста Мои в притче и произнесу сокрытое из древности. Это говорится об Иисусе Христе, что Он откроет Свои уста в притчах и будет говорить в притчах. Почему? Давайте мы с Вами посмотрим на книгу порока Исаия. И этот стих часто цитируется в синаптических Евангелиях. Итак, Исаии 6 глава. Восьмой стих. И услышал я голос Господа, говорящего мне, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. И он сказал, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете. И очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Мы видим с Вами, что этот стих цитируем Иисусом Христом в Евангелиях. И это говорит о том, что Господь решил говорить со Своим народом через притчи. И здесь сбывается это слово, это знамение, что будут смотреть очами и не видеть, будут слушать ушами и не слышать. Хотя Господь раскрывает те вещи, которые были сокрыты из древности. Мы с Вами должны четко и ясно понимать, что в основном притчи касаются израильского народа и грядущего тысячелетнего царства. Итак, Иисус, мы с Вами видим, что Он говорит с народом притчами, а потом объясняет, находясь с учениками наедине. И мы с Вами видим, что Он говорит очень много притч. И что же такое притчи Иисуса Христа? Это Он открывает принципы духовного царства. То есть, какие принципы действуют в духовном царстве, или иначе говоря, в грядущем тысячелетнем царстве. И мы с Вами знаем много притч, которые говорит Иисус Христос. Они отличаются тем, что одни притчи Господь Иисус сам комментирует. Аминь, Вы со мной? Как у Вас дела? Итак, одни притчи Иисус сам комментирует. И мы с Вами, когда читаем комментарии Иисуса Христа, и для нас этого достаточно. Я имею в виду, что мы видим, что Он комментирует свои притчи. Например, притча о Сеятеле. Когда Сеятель вышел сеять. Тринадцатая глава Евангелия от Матфея, а также восьмая глава Евангелия от Луки. И мы видим с Вами, что Господь раскрывает через эту притчу принципы слышания Слова Божьего в духовном царстве. И когда все расходятся, ученики с Ним остаются наедине, то Он тогда раскрывает им, что за персонажи участвуют в притче. Давайте мы с Вами отметим также следующее, что притча не имеет в себе имен собственных. То есть, там не указываются конкретные имена. Там указываются персонажи. И персонажей этих достаточно много. Это хозяин дома, это жених, или это отец, у которого было два сына. Или это женщина, которая взяла три меры муки и замесила, положила туда закваску и замесила. Или это горчичное зерно, которое выросло. Или это господин, который сделал брачный пир для сына своего. Или это десять дев, которые приготовили себя и вышли для встречи жениха. Итак, мы видим с Вами следующее, что притчи, они многогранны. Или, например, притчи из 20 главы Евангелия от Луки, что один человек вышел на торжеще, то есть, на то место, где собираются работники, чтобы их нанимали. И там мы видим, что он открывает принцип благодати, который, кстати, действует и хорош для века церкви. Мы с Вами слышали много проповедей, которые основаны на этой притче. Итак, мы с Вами должны четко и ясно понимать, что в притчах нет имен собственных. Если мы видим имена собственные, например, Евангелие от Луки, 16 глава. Евангелие от Луки, 16 глава. Мы видим с Вами историю. Я подчеркиваю, это история о Лазаре, который сидел у дома богача. Итак, мы видим с Вами, что это не притча. Это история, реальная история, которую открывает сам Господь Бог. И Он указывает имена личные. То есть, там Лазарь присутствует, это конкретный человек, имя богача не называется по определенной причине. И дальше мы видим с Вами, что там присутствует и Авраам. Мы с Вами видим, что Господь Иисус открывает нам удивительную картину того, что происходит в духовном мире. И мы с Вами, читая эту историю, мы говорим, нет, это не притча. Это на самом деле, это реальная духовная картина, когда между одной группой людей и другой группой людей положена пропасть. И те, которые хотят перейти в одну сторону, не могут перейти. И также другие не переходят. И мы с Вами видим мучения богача в аду. И мы с Вами видим Лазаря на лоне Авраамовом. И мы с Вами видим разговор их. И это не притча. Почему? Потому что там имена личные. Аминь. Вы со мной? Дальше мы с Вами четко должны понимать следующее. Что если Господь Иисус Христос не объясняет притчу, то тогда, вернее, давайте так скажем. Есть те притчи, которые Господь Иисус объясняет, толкует, а есть те, которые Он не толкует. Аминь. Я один раз, стоя на посту, 12 часов у нас смена была, часов 10 размышлял в отношении притчи также Лука 16 глава, как о неверном управителе. Кто знает эту неверную правитель? Что же там вообще происходит? Как? Почему? Он же вроде бы украл. Что же Он сделал? Почему же Его похвалил хозяин Его? И это очень интересное размышление. Иисус не толкует эту притчу. И притчи также, притчи Соломона, 23 глава, 1 стих, там написано, что слава Божья, сейчас минуту, слава Божья сокрывать дело, да? Слава Божья сокрывать дело, а слава царей, что? Исследовать дело. Итак, Иисус, когда Он не толкует притчу, Он предлагает нам с Вами размышлять. А если Он толкует притчу, тогда Его толкование является истинным и окончательным. Аминь. Следующее, что мы с Вами должны знать о притчах. О притчах, что мы с Вами ни в коем случае не строим нашего теологического основания или доктрины, если так можно сказать. Мы не строим на притчах. Наше учение, оно строится на ястых местах. Так же, как ученики говорят Иисусу Христу, что мы видим, что Ты сейчас притчами не говоришь, а говоришь с нами открыто. Аминь. Итак, наше учение, то есть учение в категориях и учение в категориях и также учение в кардинальных доктринах, которым мы обучаем, они не строятся на притчах. Почему? Потому что они строятся на конкретных открытых местах, чтобы наша вера утверждалась на открытых заявлениях Иисуса Христа, которые говорят ясно с нашим сердцем. Аминь. Но притчи Иисуса Христа, они дополняют картину духовного царства и объясняют по каким принципам работает, то есть не работает, по каким принципам существует небесное царство. И если конкретно говоря, то грядущее тысячелетнее царство. Аминь. Итак, то, что мы с вами должны отметить следующее. В основном притчи, они относятся к грядущему тысячелетнему царству. Мы с вами видим, что часто Господь Иисус говорит, что хозяин отлучился, да, хозяин отлучился. Например, в притче Лука 19 глава там написано, что один человек отлучился, чтобы пойти и получить царство. И оставил своим служителям, каждому помине оставил. Помните, да, эту притчу? Каждому помине оставил. И потом там говорится о тех людях, которые не желали, чтобы он над ними царствовал. Вот, и всячески противились, но он ушел, и через некоторое время он обратно приходит. И там мы видим, что те люди, которые, его служители, они приходят и отчитываются перед тем, который дал им таланты. И мы также видим следующее, что те, которые ненавидели, чтобы он, не хотели, чтобы он царствовал над ними, значит, над ними происходит суд. Дальше мы с вами видим следующее, что много персонажей. И один из, одни из наиболее упоминаемых персонажей, это жених и брачный пир. Аминь. Жених и брачный пир. Отец, отец сделал брачный пир для сына своего. И звал многих. Относится ли эта притча к веку церкви? Нет, не относится эта притча к веку церкви. Другая притча в Евангелии от Матфея, 24 главе, извините, 25 глава. Там написано, что 10 дев, значит, вышли, вышли навстречу жениху, чтобы встретить жениха. Мы, когда с вами читаем притчи, мы видим с вами персонаж. И мы понимаем, что каждый персонаж представляет. Например, жениха, жених это кто? Иисус Христос. Иисус Христос. Аминь. А невеста это кто? Церковь. Церковь. Смелее. Кто невеста? Церковь. Конечно, церковь. Итак, жених это, жених это Иисус Христос, невеста это церковь. Дальше, у жениха кто есть? Отец. А? Отец. У жениха есть отец. Очень хорошо. Который, который и делает пир для сына своего. Дальше, с женихом, жениха кто сопровождает? Друзья. Друзья жениха. Кто это, друзья, жениха? Очень интересная мысль, да? Мы видим с вами, как последний пророк Нового Завета, Иоанн Креститель, в Евангелии от Иоанна 2 главе, он говорит, что друг жениха, который слышит голос жениха, радуется, когда слышит голос жениха. Вот сия-то радость моя и исполнилась. Итак, мы видим с вами, что есть жених. Мы видим с вами, что есть невеста. Мы с вами видим, что есть друзья жениха. А как вы думаете, а подруги невесты есть? Да. А? Ну, вообще, не должны быть. Должны быть. По идее, и должны быть. Правильно, да? По идее, и должны быть. Мы с вами видим в 45-м псалме. Давайте мы с вами откроем 45-й псалом. Здесь очень интересная картина. Кстати, это псалом посвящен. Извините, или нет? Это 44-й псалом. Да, 44-й псалом. Этот псалом посвящен вот именно вот этим взаимоотношениям Иисуса Христа со своей невестой. И здесь мы видим с вами, давайте, с 9-го стиха. Все одежды твои, как смирно, и алой, и кассия, из чертога в слоновой кости увеселяют тебя дочери царей между почетными у тебя. Стала царица Одесную тебе в афирском золоте. Итак, мы видим персонажа, да? Кого мы видим? Иисуса Христа. Почему мы видим? Потому что о нем говорится в начале псалма, что ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Аминь. Ты возлюбил праведность, возненавидел беззаконие, и поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости больше соучастников твоих. И там мы видим дальше, что раскрывается картина, и этот, которому нет подобного среди сынов человеческих, он является в удивительном свете. И также мы с вами видим, что здесь есть царица, которая встала по правую руку царя. И здесь говорится, послушай, дочерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего. Знаете, у нас воскрес... нет, в среду у нас была притча, что у нас есть другое отечество. Отечество, Евреям 11 глава, там говорится, что те святые, которые следовали за Богом, они искали небесного, они искали небесного Иерусалима. И поэтому там говорится, что если бы у них было в мыслях то отечество, откуда они вышли, они бы всегда хотели что? Возвратиться туда. Это очень важно. И здесь говорится, послушай, дочерь, то есть обращается к царице или к невесте. Смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего. Здорово, да? Почему? Потому что это Господь твой. Забудь народ твой, забудь дом отца твоего. Да, ты вышел из определенного народа, с определенной культурой, но сейчас ты принадлежишь совсем другому. Ты принадлежишь Иисусу Христу. 12 стих. И выжилает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. 13 стих. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава дочери царя внутри, одежда ее шита золотом, в испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы подруги его. Итак, мы видим с вами персонажей, правильно, да? Послушайте, так много путаницы вокруг притчи Иисуса Христа. Почему? Потому что нет разграничения, нет разделения слова, к чему это относится, что это за персонажи. Особенно Матфея 25 глава про 10 дев, которые 5 из них, они были разумные, а другие 5 неразумные. Послушайте, дорогие, так это же не невеста, правильно, да? Это же не царица. Почему? Потому что царица уже приготовлена. И здесь получается следующее, что жених идет, его сопровождают. И сопровождают его, как его друзья, друзья жениха, так и со стороны невесты должны быть девы, подруги ее. Правильно, да? И мы не будем говорить, кто это, хотя есть теологическое обоснование, что друзья жениха – это верующие из израильского народа до, то есть, Ветхого Завета. А, значит, подруги невесты – это верующие из израильского народа, которые поверили во время Великой Скорби и также израильский народ. Итак, мы видим с вами персонажи в притчах. Аминь. Не устали? Все нормально? У нас еще время много. Итак, мы видим с вами определенные персонажи и должны четко понимать, кто это и что происходит. Но в то же время мы с вами не выстраиваем доктрину или учение на том, чтобы на притчах Иисуса Христа. Даже несмотря на то, что Он присовокупляет толкование. Аминь. Вы со мной? Мы с вами выстраиваем учение, например, о спасении на конкретных и явных утверждениях из сердца Иисуса Христа Духом Святым. Мы с вами видим, что Иисус заявляет в Евангелии Патриана в пятой главе, в двадцать четвертом стихе. «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Аминь. Вот это для нас является что? Открытым заявлением Иисуса Христа, на которых и утверждается наше учение или наша вера. Или как насчет вот этого стиха, десятая глава Евангелия от Иоанна, двадцать восьмой стих. «Овцы слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Аминь. И ученики смотрят на Иисуса и говорят, вот сейчас мы видим, что ты притчами не говоришь, а открыто с нами говоришь. Поэтому будьте осторожны, вы, как ученики Библейского института и верующие, будьте осторожны, как вы относитесь к притчам Иисуса Христа. На них доктрина или учение не строится, но они могут что? Придавать краски, то есть добавлять в определенных принципах, которые будут действовать в грядущем тысячелетнем царстве. Аминь. Итак, это очень важно, это очень интересно. И когда мы с вами, и когда Господь провоцирует нас, не растолковав притчо, давай-ка ты поразмышляй со мной, что же это значит? Например, женщина замесила, женщина вы слышите, да? Женщина замесила тесто, три меры муки и положила туда закваску. Интересно, да? Вы никогда не размышляли, что же это такое? Что же это за женщина? Что же это за закваска? Почему три меры муки? Интересно, да? Я не буду вам говорить, пожалуйста, поразмышляйте. Одно скажу, что вы должны четко понимать, что в притчах Иисуса Христа о Царстве Божием в 13 главе, там мы частенько видим закваску, там мы частенько видим, почти что в каждой притче, что пришел враг, посеял свое. Аминь. Это означает, что есть действие зла. Есть действие, а Иисус говорит, Царство Небесное подобно, и говорит, подобно женщине, или подобно зерну горчичному, или подобно неводу, которую закинули. Мы видим, что там присутствует зло. Это означает, что в тысячелетнем Царстве будет присутствовать зло. Но не в той мере, в которой оно сейчас присутствует, а он будет находиться внутри человека. Почему? Потому что, значит, после Великой Скорби определенное количество евреев и представителей других народов, они войдут в тысячелетнее Царство в своих телах. Понятно, да? Поэтому и в тысячелетнем Царстве тоже будет зло, но оно не будет явное, как сейчас, но оно будет внутри. И эта закваска, которая будет действовать в людях, она явится, пока не скиснет все. Пока не закончится тысячелетнее Царство, и тогда закваска, которая была внутри людей, она явится в восстании против святого города. Когда будет выпущен дьявол на свободу, и там сказано, что он на короткое время будет выпущен, и он соберет людей со всех концов земли, и будет восстание против Бога, и против Иисуса Христа, с которым Господь Иисус разберется. Аминь. Итак, мы с вами видим притчу Иисуса Христа, которую он говорит, я сделаю так, что меня будут слушать мои люди, но они не будут понимать. Они будут видеть меня, и они не увидят, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Почему? Потому что сердце народа израильского огрубело. И то, что будет происходить следующее, что будет рождена Церковь, и будет век Церкви, и мы с вами видим, что несмотря на то, что притчи относятся к тысячелетнему Царству, мы с вами берем принципы из этих притчей и можем руководствоваться ими в нашей практической жизни. Но я повторяю, что ни в коем случае мы с вами не строим учения на притчах. Аминь. Итак, мы видим с вами также следующее, что... давайте мы с вами посмотрим на Евангелие от Матфея, 13 главу. Евангелие от Матфея, 13 главу. Иисус говорит, подтверждая свои слова в книге Исаии. 13 стих. Потому и говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. И сбывается над ним и пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, и не уразумеют. И сердцем дай, и дай не обратяться, чтобы я исцелил их. Обращаясь к ученикам. 16 стих. Вы же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. А в другом месте Писания, в Евангелии от Луки, Иисус говорит, ваши блаженны очи, что видят, и уши, что слышат, ибо говорю вам, что многие пророки и цари желали слышать то, что вы слышите, и не слышали, и видеть то, что вы видите, и не видели. А вы что? А вы слышите, и вы видите. Хочу задать вопрос такой. Насколько, как вы думаете, насколько четко ученики Иисуса Христа разбирались в духовной картине, несмотря на то, что Господь Иисус толковал притчи для них? Как вы думаете? Еще не на 100%. Да, они так, ой, как здорово, Господи. И мы с вами видим, что, когда Иисус говорит о закваске, то есть берегитесь закваске фарисейской и саддукейской. Помните, что и ученики подумали? О хлебе точно. Да, они такие, да, хлебов-то мы не взяли, чем обедать будем? А Иисус, значит, что Он про нас подумает и так далее. Итак, Иисус говорит о духовных вещах. Берегитесь закваске фарисейской и саддукейской. Это означает, берегитесь закваске закона, берегитесь закваске лицемерия, берегитесь закваске плоти. А ученики говорят, о, это, наверное, мы хлеба не взяли. И Иисус говорит, ой, ребята, слушайте, вы же, вы помните, сколько, когда пять тысяч человек было, сколько я использовал хлебов, чтобы накормить? Пять хлебов. А помните, когда для четырех тысяч, сколько? Четыре. Ну, разве вы не понимаете, что я не о хлебе говорю? Итак, мы с вами видим следующее, что несмотря на то, что Иисус комментирует притчи своим ученикам, они мало что понимают. Вы сами? Они мало что понимают. Для чего же это делалось Иисусом Христом? Для того, чтобы когда начнут происходить те вещи, и также для нас, чтобы мы с вами, живя в веке церкви, мы для нас с вами были раскрыты принципы, которые будут действовать в момент пришествия Иисуса Христа, в момент установления Его Царства. Аминь. И также в момент тысячелетнего Царства, как суд пройдет, и какие критерии будут использоваться, и как те служители Его, которые получат, некоторые мины получат, некоторые таланты получат, как здесь будет происходить. Например, знаете, мне очень нравится вот эта вот притча о минах, когда Господь раздает мины. Знаете, какое приложение для нас удивительное, когда Господь раздает мины? Это означает, что Бог дает нам каждому дар, время на этой земле. И Он говорит, я тебе даю время на этой земле, используй его. Кто знает такое понятие конвертация? Вы со мной, да? Конвертация. Например, у меня рубли, я пошел в банк и что? Переконвертировал. Переконвертировал их в другую валюту. Например, когда я живу в Бишкеке, то там все люди, значит, там не Америка была, но как в Америке все жили, на доллары. Там и машины на доллары продавали, и квартиры там, серьезные вещи. То есть, люди, чтобы сохранить свои сбережения, они... Еще у нас сколько? Еще? Да еще что. Чтобы сохранить свои сбережения, они что? Переводили их в доллары. Почему? Потому что доллары более серьезная валюта, в которых можно сохранить. Итак, здесь мы видим, что Господь ободряет своих служителей, чтобы они, взяв подарок от Него по благодати, это время, ресурсы, силу Небесного Царства, полное обеспечение для верующих в Иисуса Христа, и употребили Его, куда? Конвертировали это время в небесную валюту. Аминь. И Иисус говорит, что вы собираете себе сокровища на небесах, где воры не крадут, где моль не съедает, и что еще? И ржа... И ржа... Не почипа. Не почипа. Да, я уже второй раз покрасил юбку моего Мерседеса, потому что что? Ну, ржавеет, ржавеет. Так-то машина хорошая. Но как она начинает ржаветь? И я такой, ай-яй-яй-яй-яй. Лучше на небесах. Лучше Мерседес на небесах. Итак, мы с вами видим, что Господь ободряет некоторые принципы из притчи Иисуса Христа, которые Он говорит в синаптических Евангелиях. Они очень даже примиримые, то есть применимые для нас сейчас век Церкви. Но они не являются теологической основой Нового Завета. Вы запомнили, да? Сколько я раз уже повторил это? Восемь. Восемь. Еще два раза повторю и все. Они не являются теологической основой Нового Завета. Но они сопутствуют нашей практической жизни, чтобы мы с вами выбирали, что Божье направление. Ищите прежде всего Царствие Божие. Вложите свою мину. Вложите свое время. Произведите конвертацию вашего времени. Знаете, что сейчас здесь происходит? Я не знаю, что сейчас здесь происходит. Возможность конвертизировать. Очень хорошо. Наше время мы что? Мы переводим совсем в другое качество. И за это мы обязательно получим награды. И услышим мы с вами голос нашего... Нашего... Мастер, нет. Нашего... Нашего Господа, который говорит... Молодец! Добрый и верный служитель. Во многом ты был верен. Над большим поставлю тебя. Аминь. И мы с вами воспринимаем эти принципы. И мы с вами готовимся... Готовимся к встрече с Иисусом Христом. Чтобы мы с вами не постыдились. Это первое. А второе. Чтобы у нас с вами было богатство на небесах неветшающее. Степень славы. Которое мы приобретем с вами, проходя через страдания с Иисусом Христом. Духовно-душевное тело, которое возрастает, когда мы с вами слушаем учения и укрепляемся в доктринах. Аминь. Вы со мной. Сияние благодати, которое будет у нас из-за того, что мы с вами стали учениками благодати. И позволили Богу обучить нас, наставить нас. И позволили Богу, Духом Святым, произвести свое действие через нас. Тем самым обогащаясь в Царстве Божьем. Аминь. Где это мы видим? В притчах, которые говорит Иисус Христос. Конвертируйте. Вкладывайте. Доверяйте мне. Ищите Царствие Божие. У вас не будет здесь, на этой земле, ни одной сотки в пользовании. Почему? Потому что ваше место жительства где? На небесах. На небесах. Давайте вместе скажем. Наше место жительства на небесах. На небесах. А кто же будет жить на земле? У кого будет сотка, гектар там и так далее? Дальневосточный гектар? У кого будет? У тех людей, которые будут жить здесь, на земле. А наше место жительства, филиппийцам 3 глава 20 и 21 стих, наше место жительства или гражданства, где? На небесах. Помните, как Господь, обращаясь к Иисусу Навину, когда происходил раздел земли в земле хананской, помните, когда уже она была завоевана в большей степени, то Господь говорит, колену ливийну, что? Ничего. Не давайте удела между сынами Израилем. Кто? Кто их удел? Господь. Я сам. Я сам их удел. И мы в некотором смысле являемся, из-за того, что Господь называет нас царством священников, мы с вами в некотором смысле являемся прообразом, вернее, колено ливийно является нашим прообразом. Почему? Потому что мы с вами цари и священники Бога Живого. Не будем иметь мы здесь владения на земле. А что? Сам Господь Бог является нашим уделом. И Он приготовил для нас какой город? Небесный Иерусалим. Вот там наша прописка, там наше гражданство, и мы с вами будем там обитать всю вечность. И еще в заключение я хотел бы сказать несколько слов ободрения. Это из книги, из 44-го псалма. И так, 16-й стих, давайте 15-й закончим. В испещренной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы-подруги ее. Приводится с весельем и ликованием, входит в чертог царя. Куда входит? С весельем и с ликованием. Что такое чертог царя? Небесный. А? Дворец. Дворец, да. Это означает, что Иисус со всеми приглашенными, со своими друзьями, Он вводит этих людей в тысячелетнее царство. Они входят в чертог царя. Это означает, что все участники этой брачной вечери, они все собраны. Там и жених, там и невеста, там и друзья жениха, там и подруги невеста. И там также все те, которых послал отец, вернее хозяин, что идите соберите всех по улицам, по площадям, хромых, слепых, злых и добрых, пусть наполнится дом мой кем? Возлежащими. И, кстати, не забудьте каждому из них дать брачную одежду. Аминь. Дать брачную одежду. Мы с вами видим следующее, что они входят в чертог царя. Это означает, что Иисус со своей церковью и с теми людьми, которые, значит, также являются участниками брачной вечери, они входят в тысячелетнее царство. И начинается что? Начинается брачная вечеря. Это означает, это тысячелетнее царство, это царство мира, покоя, изобилия. И там Христос со своей церковью. И мы с вами являемся соправителями вместе с Иисусом Христом. Почему? Потому что мы никогда уже от Него не будем на расстоянии. Аминь. Мы всегда будем с Ним, потому что мы Его жена. Итак, приводится с весельем и ликованием, входит чертог царя. 17 стих. Вместо отцов Твоих будут сыновья Твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Знаете, что это означает? Это означает, что мы с вами, те люди, которые являются частью тела Христа, мы с вами будем иметь удивительное, удивительное служение. Господь может, Господь поставит нас, не всех, но поставит людей, чтобы мы с вами были представителями отставки. Можно так сказать, да? Или представителями от престола. Аминь. У нас не будет с вами ветхой греховной природы. И мы с вами, будучи представителями от престола, будем производить суд писаный. И сейчас мы прочитаем, где это написано. Ну, давайте дочитаем. Ой, какое у нас хорошее время. Вместо отцов Твоих будут сыновья Твои, и Ты поставишь их князьями по всей земле. Для чего? 18 стих. Сделаю имя Твое памятным в рот и рот, посему народы будут славить Тебя во веки и веки. И давайте еще один псалом откроем. Это псалом 149. Псалом 149. Пятый стих. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложек, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их. Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их вузы и вельмоши хваковы железные, производить над ними суд писаный. Честь сия всем святым его. Аминь. Вы со мной? Производить суд писаный. Мы с вами обучаемся Слову. Господь Иисус Христос Духом Святым записывает на нашем плотяном сердце свои уставы и повеления и Слово. И мы с вами обучаемся Слову. И, значит, мы с вами готовимся также, чтобы быть представителями от престола Иисуса Христа по всей земле. Аминь. И это ас и честь сия будет дана нам от Иисуса Христа, всем святым его. И мы с вами видим также некоторые притчи, где Иисус говорит тому человеку, который конвертировал свою жизнь в духовные вещи. Например, в притче о минах там написано, что 19 глава Евангелия от Луки там написано, что так и так хвалит Господь этого служителя и говорит, что я поставлю тебя над десятью городами. Аминь. А другому говорит, у того, которого мина принесла десять мин, я поставлю тебя над десятью городами. У того, которого принесла пять мин, он говорит, я тебя поставлю над пятью городами. У которого была одна мина, и он его в платочек положил, в кармашек сохранил. Он, что? Возьмите у него, возьмите то, что я ему дал, и то, что он не посчитал возможным, не посчитал возможным и мудрым. Вложите это, отдайте тому, у которого десять мин. Ангелы говорят, как отдать десять мин? У него того же и так десять мин. И Господь говорит, кто имеет тому, что прибавлено будет. Итак, десять городов, пять городов, у кого-то будет деревенька с тремя домами, кто-то над Москвой будет стоять. Я не знаю, это все решает Господь. Знаете почему? Потому что, когда подошли сыновья Зеведеевы в одном Евангелии, в другом мама подошла просить Иисуса Христа, пусть они сядут у тебя по правую и по левую сторону, значит, Иисус говорит, вы не знаете, что просите, потому что эти все места будут распределяться как Моим Небесным Отцом. Ваше дело, идите здесь по вере в Меня. Откликайтесь на Мое Слово, живите всяким словом, исходящим из уст Моих, и обучайтесь некоторым принципам того Царства, которое грядет, и там вы будете полноправными участниками вместе со Мной грядущего Царства. А сейчас это время обучения. Мы с вами цари, и Господь говорит, я хочу скрыть некоторые вещи, а вас ободряю, размышляйте, размышляйте, размышляйте и наслаждайтесь. Аминь! Аминь! Аминь, Отец наш Небесный, спасибо за это время, Бодеслави нас во имя Иисуса Христа, аминь! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ